rainbow english учебник 5 класс юнит 1 степ 9 упражнение номер 5 спикин то есть говорение прочитайте про каникулы саши и расскажите про свои про свое лето сейчас мы читаем переводим потом я вот не знаю будут ли вам конечно задавать про свое писать домой в принципе где-то там выше уже в упражнениях и пытались писать о своих летних каникулах ну давайте я для примера просто напишу какие можно еще составить варианты вдруг все-таки вам зададут это делать письменно поэтому давайте читаем переводим и пишем о себе примерный вариант я обычно езжу в деревню на мои летние каникулы и мне там нравится last summer I went to the sea with my parents прошлым летом я поехал на море с моими родителями we traveled there by train мы путешествовали туда на поезде I liked the sea very much мне понравилось море очень сильно next summer I'm going to England на следующее лето я собираюсь в Англию my sister and I are going to live at our friend's place моя сестра и я собираемся жить у наших друзей we are going to see some interesting places in England and Scotland мы собираемся увидеть несколько интересных мест в Англии и Шотландии I would like to go abroad to the USA and have my holidays in Florida я бы хотел поехать в США и ну скажем провести мои каникулы во Флориде теперь попробуем сами что-то подобное составить но у нас в принципе эта структура почти будет та же самая мы просто немножечко поменяем местами места отдыха то есть смотрите сначала обычно куда вы ездите на летние каникулы ну давайте мы наоборот скажем I давайте к дедушке с бабушкой в деревню I usually go to the country помните да что это именно в деревню ездить to visit my то есть посетить или навестить моих grand parents и потом на мои летние каникулы I usually go to the country to visit my grand parents for my summer holidays я обычно езжу в деревню навестить моих дедушку с бабушкой на мои летние каникулы так можно сказать что мне нравится быть там например I enjoy to be there мы немножко поменяли то есть мне нравится быть там I enjoy to be there можно конечно дописать что я там помогаю бабушки не знаю поливать огород убирать дом но не знаю может быть слишком много здесь тогда будет давайте если что потом мы допишем теперь прошлым летом вот он пишет я поехал на море так но мы давайте скажем прошлым летом я поехал в Москву например давайте не на море давайте в город так что бы отличалось I went to Moscow поехал в Москву так с кем ну давайте тоже с родителями как мы туда добирались давайте скажем на машине мы путешествовали туда на машине мы там остановились давайте скажем в гостинице we stayed at a hotel there мы прибывали там гостинице и мы увидели we saw a lot of interesting places in Moscow мы увидели много интересных мест в Москве теперь следующее лето видите он пишет следующее лето я собираюсь в Англию но мы давайте наоборот скажем что вот именно на следующее лето мы собираемся на море next summer next summer I'm going то есть я собираюсь to the sea my parents опять же давайте что вы с родителями my parents and I are going to to live где вы там жить собираетесь to live снова давайте ну давайте снова в гостинице at a hotel далее что вы собираетесь там делать ну понятное дело we are going to swim так вот загорать вроде бы у вас слова не было еще to swim and что еще можно делать go to the shops да по магазинам ходить a lot много we are going to swim and go to the shops a lot то есть мы собираемся плавать и ходить по магазинам много так ну вроде бы все и последнее что бы вы хотели сделать на будущее вот у мальчика он пишет I would like to go abroad я бы хотел поехать за границу ну давайте мы так же I would like to go abroad to а вот куда ну например там я не знаю в Испанию да у вас вроде бы Испания была to Spain Испания без артикля вот USA как у него там артикль there надо остальные страны ну пока вы там других исключений не учили там не нужно артикль так и продолжим и провести мои каникулы and have my holidays in ну давайте в столице в Мадриде in Madrid то есть это как один из вариантов вы можете совсем все поменять все наоборот то есть вот здесь вы как будто уже там куда-то за границу съездили вот здесь вы там у бабушки главное сохранить конечно грамматическую основу правильно все это оформить а так информацию можете спокойно свою добавлять и